Девушки отдыхают Московского «Спартака» наделая шуму, уже в середине октября побив клуб на рекорд по голам, установленный еще в бородатые времена Родивоевича и Ружички. Менеджменту и тренерскому штабу Краснобелов удалось сработать в межсезонье на 110%, склеив столь разные детали в единый механизм. Из Вегаса в Россию вернулся центральный нападающий Иван Морозов. Плюсом в жесткой конкуренции москвичи выиграли борьбу у топов лиги за Павла Порядина. Но прямой звена стал Николай Голдобин. Уезжая из магнитки со шлифом недосказанности, Коля Голл не мог и представить, что домашние трибуны Мегаспорта станут ходить именно на химию их троицы. Какими были главные эпизоды в столичной жизни этих парней? Мы покажем лучшие голые комбинации из топ-10 и увидим полную картину сезона для лидеров «Спартака». Быстрее включаемся! Феномен Голдобина для всех поклонников КХЛ проявился уже в самом начале сезона. Вернее, не только Голдобина, а всей тройки, как мы уже сказали. Но именно Голдобин был там самой яркой звездочкой. 8 голов в 6 стартовых матчах сезона. На отрезке со 2 по 14 сентября Коля Голл был просто неудержим. И здесь обратим особое внимание на второй матч чемпионата. 4 сентября игра в Мегаспорте против Северстали, где Голдобин был просто неудержим. Это первая шайба, где он классно открылся под чужую синюю линию. Его снабдили быстрой передачей и это первый гол. Смотрим дальше. Второй период, концовка и вот здесь уже участвует вся тройка. Причем посмотрите, насколько быстро у них получается вот это взаимопонимание наладить. Потому что Голдобин только-только появился со смены. Морозов и Парядин уже на льду и они настолько быстро разобрались. Да, здесь возможно удачный рикошет, но тем не менее Голдобин все равно эту шайбу доедает. Ну и геометрия этой атаки, конечно, не может не восхитить. И вот чем Голдобин точно отличался, так это умением забивать не только чистые шайбы, но в том числе и вот такие рабочие. Ну и еще три Голдобина. Третья шайба в этом матче против Северстали. Посмотрите, как сделана эта атака. Участвует вся тройка. Морозов изначально выводит шайбу. Парядин в короткий подыгрыш. Дальше следует диагональ. Подбирает Голдобин. Причем обратите внимание, как технично это делает. И дальше спокойненько разбирается с Шугаевым. В этом эпизоде потрясающая шайба. Всего лишь второй матч регулярки. А у него уже хет-3. Николай Голдобин просто неудержим. Из Москвы перемещаемся в Хабаровск. А из сентября в октябрь. 24 октября выездной матч против Амура. И в этой встрече звено Голдобина, Морозова и Парядина побило рекорд Спартака по голам в континентальной хоккейной лиге. 31 гол за 21 встречу. Здесь забивает Парядин в большинстве. А рекорд состоится уже в концовке встречи, когда Голдобин поразит пустые ворота. Предыдущий рекорд был у тройки Цыбака. И продержался он почти 14 лет. Вот так. 21 матч. 31 гол. И вот он, рекордный на ваших экранах. Жизнь звена на до и после поделилась 16 ноября, когда Иван Морозов получил травму в матче против Салавата Юлаева. Лучшая тройка чемпионата потеряла центрального и лидерство в гонке лучших троек. Возвращение Морозова случится через несколько месяцев. Однако и без него Голдобин и Парядин продолжали феерить. Это декабрьский матч против Сочи. И посмотрите, как они вдвоем разбираются с обороной южан. Классная атака Парядин вытаскивает сам на край Голдобину. Великолепный возврат и эталонное подставление Павла Парядина перед чужими воротами. Да, так умели только они. И это было просто великолепно. Достижения всей тройки пришлись на осень. А вот зима стала временем индивидуальных достижений. 28 декабря и матч против Минского Динамо. Иван Морозов до сих пор травмирован. Но Голдобин и Парядин продолжают разрывать и вдвоем. Красивейшая шайба и красива она не только своей комбинацией и геометрией, но и тем, что она для Павла Парядина становится юбилейной сотой в континентальной хоккейной лиге. Великолепная диагональ Мальцева, подкидка Голдобина и Парядин изумительно точен в завершении атаки. Возвращение Ивана Морозова на лед случилось 29 января. В домашнем матче против Торпеда. И эта игра показала, что за два с половиной месяца отсутствия химия и взаимопонимание у них никуда не делись. Морозов вернулся, Голдобин забил и сделал это в невероятно красивой комбинации. Причем классическая трехходовка для Спартака по ходу этого сезона. Диагональ от борта и дальше на дальнюю штангу. Ну и каков Иван Морозов? Посмотрел, увидел, нашел момент для передачи и нашел Голдобина на этой самой дальней штанге. Ну и реакция Голдобина, конечно, тоже здесь просто потрясающая. Во-первых, он забивает, но как будто радуется даже больше не за себя, а за вернувшегося Морозова, пожимая ему руку после такой великолепной передачи. Звено снова в деле. Едем дальше. Это самое «Дальше» ждет нас уже через два дня. В домашнем матче против Локомотива, где тройка сотворила свой классический гол по ходу этого сезона. Морозов затаскивает, оставляет, Парядин чертит, Голдобин великолепно завершает. Конечно, сейчас можно много говорить, а стали бы они самой результативной тройкой, если бы не травма Ивана Морозова. Но это все «Если» и этого мы уже никогда не узнаем. Зато мы точно знаем, что когда эти трое были на льду, их звено было просто великолепно. И то, как они разбираются с обороной Локомотива в этой ситуации, просто потрясающее. Потрясающее. Возвращение первого центра, конечно, стало для Спартака глотком свежего воздуха. Для Спартака, который немножечко забуксовал, но который с приходом Морозова как будто обрел новую силу. И, как видите, хронометраж вот этих дат у нас все уменьшается. Это матч начала февраля, матч против автомобилиста. И здесь Спартак уже усиленный Ильей Ковальчуком и усиленный потрясающим броском Ивана Морозова. Человек после операции на плече заряжает вот такой уантаймер, причем не в ближнюю, а в дальнюю девятку. И уже по классике Голдобин жмет ему руку после такого попадания. А теперь снова давайте к личным рекордам. Мы видели сотый гол Порядина, а теперь посмотрим на достижение Николая Голдобина, для которого знаковым стал матч против Бориса. Эта шайба позволила ему установить новый рекорд Спартака по набранным очкам за сезон. 72 балла за 61 матч, 35 голов, 37 передач. Рекорд Александра Кожевникова держался 42 года. Но Голдобин с передачи, кстати, Ивана Морозова устанавливает новое достижение. Так могли делать только они. А могли и не только так. Снова Мегаспорт, снова домашняя игра против Северстали. И здесь уже никаких красивых комбинаций. А гол сразу в сбрасывание. Это Павел Порядин заряжает после выигранной точки в исполнении Мальцева. Не глядя на ворота, не глядя на ситуацию, просто на чувстве, зная, что попадет в дальнюю девятку. Для Порядина эта шайба стала 28-й в текущем сезоне, а к концу регулярки он доберется ровно до трех десятков. Не уезжаем из Мегаспорта ни мы, ни Северсталь, только это уже не регулярный чемпионат, а плей-офф и череповчане нашим героям полюбились настолько, что даже в розыгрыше Кубка Гагарина Голдобин, Морозов и Порядин продолжили творить красоту. Это великолепная шайба из первого матча серии, где поучаствовала вся тройка. Морозов перехватил, отдал, Голдобин ускорился, снабдил Порядина и эта шайба в сетке. Великолепная комбинация, великолепная скорость и великолепный тайм-менеджмент, если хотите, этой атаки. Порядин забивает. Раз забил Порядин, то должен забить и Голдобин. Разумеется так, второй матч в Москве и Голдобин идеальным кистевым броском попадает точно в ближнюю девятку. Эта шайба вошла в десятку лучших голов первого раунда Кубка Гагарина и сделала это абсолютно заслуженно. Передача Морозова и идеальное попадание Голдобина. Абсолютно не берущийся кистевой бросок. Они снова чувствуют эту химию, приправленную высочайшим индивидуальным мастерством Коли Гола. Причем, посмотрите, он ведь все равно взглядом ищет Порядина, но бросает сам и традиционно жмет руку Морозову. И если с Северсталью наши герои разобрались играючи, то вот в матче против будущего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского Металлурга пришлось куда тяжелее. В первых двух играх в Магнитогорске нашу тройку закрыли начисто, однако в Москве на родном льду Мегаспорта они снова заработали. Это третий матч, который завершился победой Спартака со счетом 5-2, а это ключевой гол в той игре и забивает его Николай Голдобин, делая это с передачи Ивана Морозова. Счет становится 3-2 и после этого Магнитка уже не отыграется. Более того, в концовке встречи с пустыми воротами получит от Голдобина еще одну, причем эта шайба, конечно, удивительна. Голдобин мог бросать уже из средней зоны, но все равно нашел вариант обыграться с Морозовым и оформил дубль при помощи партнера. Дубль Голдобина – ассистентский дубль Морозова. Спартак тогда победил и продолжил серию. Продолжил, но не смог довести до своей победы. Атакующая сказка Спартака закончилась в Магнитогорске, и если в шестой игре спартаковцы и вовсе не смогли отличиться, то в пятой все же покусались. И это последний гол Спартака в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. И делают его, что символично, все равно наши герои. Да, без Морозова на сей раз, но с Голдобиным и с Порядином. Это розыгрыш большинства. Голдобин на Локтионова, тот на дальнюю штангу и Порядин забрасывает. Эта шайба не помогла отыграться и не помогла продолжить борьбу за главный трофей, который впоследствии достанется Магнитогорскому Металлургу. Этот сезон КХЛ уже стал элементом прошлого, в котором бравые парни Алексея Жамнова останутся носителями большой истории. В рубке самых результативных троек в регулярном чемпионате Голдобин, Морозов и Порядин уступили только Ястребам, поделив вторую строчку с динамовским звеном Джордана Уилла. Никогда в лиге у Спартака не было творцов круче, трибун сумнее, а внимание медиа пристальнее. Новоявленные клубные рекордсмены сейчас отдыхают на морях, приходят в себя и готовятся к новым подвигам в красно-белой форме. А пока игроки набираются сил, в уютной каюте скользкого льда на кинопоиске готовятся необычные сюжеты, коими мы будем радовать вас на протяжении всего мая. Будьте рядом!